Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите, как всегда, кулинарную пропаганду. С некоторых пор мои малолетние операторы взяли моду при каждом посещении магазина требовать ветчину. В принципе, я ничего против ветчины не имею, но уж больно отвратительный продукт в окрестных магазинах продается. Во-первых, вскрываешь упаковку, а с нее течет. Во-вторых, вкус. Просто-таки чудовищное количество соли. В-третьих, тоже вкус. В состав входит столько сои, что она уже начинает начисто забивать мясо. Короче, мне это надоело, и я начал готовить ветчину самостоятельно. И вам предлагаю заняться тем же самым, благо готовится все чрезвычайно просто. Ветчина бывает сильномышечная, а бывает рубленная. Я как раз-таки готовлю вторую. Без чего точно не получится приготовить настоящую ветчину, так это без... нитритной соли. Постоянный зритель канала, прошу прощения, закройте на полминуты уши. Новым зрителям сообщаю. Нитритная соль – это смесь обычной поваренной соли с нитритом натрия. Я использую соль с процентным содержанием нитрита натрия 0,4-0,5. Нитритная соль, во-первых, угнетает развитие палочки клостридиум бутулином. Вы же не хотите получить бутулизм. Во-вторых, сохраняет красивый розовый цвет у готового продукта. И, в-третьих, в нашем случае это самое важное, придает как раз-таки тот самый характерный вкус ветчинности. Постоянно зрители канала, можете уже открывать уши. Начнем. Мясо надо нарезать кусочками размером примерно с половины грецкого ореха. Какую именно часть уши пускать на ветчину – вопрос вашего вкуса, ваших желаний и ваших возможностей. У меня это шейка и маленький кусочек жирного подчеревка. После каждого видео в личку валятся просто сотни вопросов. Где купить нитритку, где купить то, где купить все. Друзья, я живу в Испании, к тому же в жуткой дыре. И все покупки такого рода совершаю на ebay или на амазоне. Ну, нет у нас подобного в окрестных магазинах. Естественно, выбираю поставщиков поближе к себе. Аудиторию канала русскоязычная. 99% спрашивающих живут на постсоветском пространстве. В общем, далековато от Испании и от тех магазинов, в которых я отовариваюсь. И вам дешевле покупать. Естественно, не в Европе, а поближе к себе. Из всего того разнообразия магазинов, присутствующих на русскоязычном пространстве интернета, я имел опыт только с одним. С магазином Ем Колбаски. Вот в этом ролике я рассказывал, какую кучу подарков от него получил. Если интересно, щелкайте, посмотрите. Так вот, не надо пытаться искать ту же самую нитритную соль по ближайшим продуктовым лавкам. Ну, не будет ее там. Ищите в интернете. Набирайте в поисковой строке Google. Нитритную соль купить. И ищите. Ну, или зайдите в магазин Ем Колбаски к Павлу. Он владелец магазина, фанат колбасок. И самое главное, Павел профессиональный колбасный технолог. Вот посмотрите вы сегодняшнее видео, к примеру, и захочется вам повторить этот рецепт. Приготовите раз другой, захочется большего. Посмотрите другие мои видео, приготовите те колбасы. А вам хочется еще большего. Завешу соль. Кстати, все пропорции рецепта я всегда указываю в описании ролика. Так вот, захочется вам большего. А на сайте магазина есть форум. И там и сам Павел, и другие участники форума делятся рецептами. И так как Павел профессиональный колбасный технолог, то форум поддерживается на очень высоком профессиональном уровне. Ведь колбасное дело на самом деле достаточно сложное. Есть там как самые простейшие рецепты, так и чрезвычайно технологически сложные. Не то, что их сложно воплотить в жизнь, но там есть целая куча тонкостей, которые нужно обязательно соблюсти, чтобы не получить брак. Опять отвлекаюсь. Соль добавляю из расчета нитритный 10 грамм на килограмм мяса и 7 грамм поваренной на килограмм мяса. Вы не удивляйтесь таким странным цифрам на весах. У меня мясо всего получилось 1,4 кг, поэтому и пересчитал. Примерно чайная ложка, ну, чуть поменьше, черного перца. Измельчу в ступке. Не советую я молотый покупать. Выдыхается моментально. Вот так. Теперь чеснок. Я положу из расчета примерно 7 грамм на килограмм мяса. То есть в моем случае для таких вот некрупных зубчиков получается на килограмм 400 граммов 3 средних зука. И, естественно, надо измельчить его в пыль. Что касается количества соли, чеснока, пряностей, я неоднократно говорил, не бывает двух одинаковых продуктов. Мясо может быть как совсем молодой хрюшки, так и от старого хряка. Чеснок может быть как молодым и злющим, так и старым и выдохшимся. Перец от разных производителей может быть острым и чудовищно ароматным, так и наоборот. Поэтому совсем не факт, что если вы, используя свои продукты, приготовите блюдо в точнейшем соответствии с этим рецептом, то на выходе получите идеальный, для вас идеальный продукт. Поэтому заведите себе тетрадку, ну или файл на компе, и записывайте в точности все действия, все пропорции при приготовлении рецепта. И если в конце рецепт вас устроил на все 100, так и дописывайте внизу, все окей. Ну а если что-то не так, недосол или пересол, то корректируйте. Так и напишите, получилось недосолено, или получилось пересолено, получилось недостаточно остро, получилось чересчур остро. Добавлю ледяной воды, и за счет 10% от веса фарша. И в следующий раз, при повторении этого рецепта, откорректируйте в соответствии с вашими пометками. Но помните, если вы поменяете производителя ваших пряностей, или поставщика мяса, то рецепт, возможно, опять придется корректировать. Вы будете получать в большинстве случаев на кухне абсолютно идеальный результат, идеальный именно для вас. Остается все тщательно вымешать. Я это делаю в комбайне. Предваряю вопросы. Обзор этого комбайна я уже делал. Щелкайте вот сюда, если интересно, и смотрите. Почему вымешиваю в комбайне? Сейчас мясо не просто равномерно перемешивается с солью, перцем, чесноком, водой. Нет. Сейчас кусочки мяса массируются. Соль начинает проникать в волокна, и, увеличивая осмотическое давление на стенки клеток, разрывает их. Вымешивать надо до тех пор, пока вся вода полностью не впитается в мясо. В принципе, сразу после этого можно процентов 30-40 этого мяса пропустить на фарш. Но я предпочитаю это сделать потом. Мясу надо не просто дать посолиться. Мясо должно созреть. Так же, например, как в капусте. Ведь квашеная капуста не сразу после посула приобретает свой такой характерный кислый вкус. Так. Вот, смотрите. Вся вода впиталась, кусочки мяса размятые. Отлично. В таком вот виде убираю мясо в холодильник. Созревать все должно по крайней мере одни сутки. Двое суток дадут гораздо более приятный результат. Однако, есть очень важный момент. Если пряности у вас окажутся не совсем чистые, мясо может закиснуть. Поэтому, используя перец от нового производителя, в первый раз внимательно следите за мясом. По запаху. Заглядывайте в холодильник через 4, 5, 6, 7 часов и нюхайте. Если появились признаки закисания, значит, все, надо доставать и приступать к термической обработке. А термической обработки узнаете в этом ролике, но только позже. Но у меня пряности проверенные, так что встретимся через 2 дня. Привет! 2 дня прошло, и свининка чувствует себя просто прекрасно. Мясо приобрело липкость и очень приятный такой чесночно-пенечный аромат. Сейчас я небольшую часть попущу через мясорубку. Чтобы получить массу, которая свяжет собой крупные куски и позволит приготовить более плотную, более однородную ветчину. В принципе, можно и не измельчать ничего, но тогда в готовом куске, скорее всего, получится гораздо больше пустот. Ну вот, этого будет достаточно. И сюда перекладываю оставшееся мясо. И, естественно, все это надо хорошенько перемешать. Продолжаю хвастаться. Вы видите, насколько часто я использую свой агрегат для вымешивания? И именно эта его функция используется мною чаще всего. Приготовление теста, смешивание фарша, взбивание яиц, взбивание сливок. Да, конечно, я могу и руками тесто, например, замесить, но времени своего чудовищно жалко. Вымесил, кстати, все. А вот планетарный миксер – просто спасение. Ну, можно формировать батоны. В какой оболочке ветчину собирать – дело ваше. Вы можете даже пищевую пленку использовать или рукав для запекания. С ним, конечно, геморройно, но вполне возможно. Но лучше всего, конечно, купить в интернет-магазинах готовые оболочки для ветчины. А я использую коллагеновую пленку, которую мне прислал Павел. Спасибо, кстати, ему еще раз. Почему именно пленку? Потому что, во-первых, ее у меня много. А во-вторых, если вдруг кто-то из зрителей захочет повторить этот рецепт, а колбасной оболочки у него не будет, то, используя те технологические приемы, которые вы сейчас увидите, таким образом можно приготовить с большим удобством рулет даже с пищевой пленкой. Обратили, кстати, внимание на модные перчаточки? Удобно, черт возьми. Мясо надо выкладывать плотно. Уже на этом этапе следя, чтобы не было воздушных пустот. В принципе, конечно, ничего страшного в них нет, но неаккуратненько. Вот так. А теперь начинаем скручивать. Обратите внимание. Вот, пожалуйста, есть воздушные пузыри. Проколю эти места зубочисткой. А вот эту часть листа смажем мясным соком. Он склеит коллаген как клей. Сейчас обязательно появится какой-нибудь зритель и расскажет про металлическую ветчинницу, типа белобокки. Не надо, видел я ее. Категорически не понравилось. Варить мясо под прессом не значит получить ветчину. Все внешние слои мяса в этом случае потеряют свои соки. Они все в бульон уйдут. А я готовлю именно настоящую ветчину. Вот так. Смотрите, какой симпатичный батончик получился. А теперь упакую его в сетку. Для удобства можно использовать любой кусок трубы. Хвостик захватить. Тяну. И готово. Остается только обвязать концы. Все подробности вязки я вам показывал вот в этом ролике. Если пропустили, то щелкайте, смотрите. Ну или не смотрите, можете сами знаете, как вязать. Совсем ничего сложного. Петля. Вот так. Получается удавка. Набрасываю ее. И затягиваю. Давайте еще раз. Петля. Набросил. Затянул. Второй конец. Разворачиваю. Петля. Набросил. Петля. Набросил. Затягиваю. Очень важно. Очень важно, как можно лучше уплотнить батон. Поэтому еще петля. И затягиваю ее. Вы обратили внимание, я все время затягиваю петли не со стороны хвостика, а со стороны батона. Таким образом, каждая такая петля дополнительно уплотняет его. А теперь сделаю петельку для подвешивания. То есть, опять вот так. Здесь зацепил пальцами. Вот так. И вот эту вот петлю затягиваю. Готово. А лишние некрасивые концы обрезаю. И вот так. А, какая красота получилась. Сейчас она пока еще холодная. За время съемки температура мяса поднялась, наверное, градусов до 10 до 12. Но для того, чтобы цвет у готовой ветчины был красивый, розовый, она должна нагреться до комнатной температуры. И при этой комнатной температуре еще какое-то время, там, час-два полежать. Чтобы за это время нитрит натрия пререагировал с гемоглобином и гемоглобином в мясе. Это можно сделать естественным путем. Ну, я имею ввиду нагреть. Повесить на кухне и пусть висит себе часа 3-4-5. Или, если у вас оболочка полиэтиленовая пищевая пленка или рукав для запекания, тогда можно процесс прогрева первично ускорить. Положить этот батончик в теплую воду. Примерно на час. Она там прогреется. И после этого все-таки повисеть при комнатной температуре, уже прогретая. Ну, тогда уже час-два. Ждем. Итак, прошло 4 часа. И можно было бы еще, конечно, оставить эти батончики отвисеться. Но уже скоро вечер. И мне надо снимать, а то солнце уйдет. Терминскую обработку я буду проводить в духовке. Чтобы ветчина там не высохла, я на самую нижнюю полку поставил противень с водой. Итак, давайте уже все отправим вовнутрь. Располагаю решетку посередине. Температуру я выставил 50 градусов. Примерно через час подниму ее до 60-65. Еще через час до 80. И вот на этом последнем этапе загоню щуп термометра в центр батона ветчины. Вот вам кадр из будущего. В самый центр. Такой дровный подъем температуры я делаю для того, чтобы получить сочную ветчину по всему объему куска, по всему диаметру. Дело в том, что готова она будет тогда, когда температура достигнет 69-70 градусов. Вычина у меня достаточно большого диаметра. И поэтому, если с самого начала выставить температуру в духовке 80 градусов, то к тому времени, когда в центре куска температура достигнет заданной, 69-70, напоминаю, наружный слой сантиметра, а то и полтора, будет уже догрет до 80. То есть безбожно пересушен. Ждем. Доброе утро. Вот и настало время долгожданное, когда можно попробовать эту замечательную ветчину. Я думаю, что она замечательная. Давайте разрежем и посмотрим, что там внутри. Вот так. Ну, конечно, не обошлось без пустот. Запах великолепный просто. Очень я это дело люблю и уважаю. Ну что, давайте нарежем и попробуем. Запах. Ну, не ждите каких-то восторгов, потому что это просто хорошая, качественная ветчина. Пахнет легкий-легкий запах. Очень такой неуловимый чеснока, свинины. Это именно то, что мне нравится. Магазинная ветчина. Вся, вся магазинная ветчина, которую я здесь пробовал, имеет какое-то чудовищное количество соли. Это неправильно, так не должно быть. Здесь... Здесь очень хорошо. На сегодня это все. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!